Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам сделать небольшой обзор на 10 мая, что у нас находится в теплице, что сейчас на данный момент делается. Как вы можете видеть, огурец у нас наливает, все везде хорошо завязалось, огурчик себя чувствует очень хорошо, лист у огурца насыщенный, зеленый, хлороза не наблюдается, нехватка каких-то элементов также не наблюдается. Но также, друзья, конечно, считая то, что у нас на данный момент сейчас схема посадки выбрана в этой теплице оптимально хорошая, то есть у нас здесь сделано по бокам, как я уже говорил в предыдущих роликах, то что у нас один ряд сделан, это первый момент. Второй момент у нас 50-60 сантиметров получается между кустиками огурчиков и благодаря этому у нас нету здесь никаких гнилей в первую очередь, получается ни грибных заболеваний, ни вирусных заболеваний также не наблюдается. То есть получается у нас уже сама здесь почва, она у нас тоже продезинфицирована, продезинфицирована она у нас разными биофунгицидами, это вносилось у нас в эту почву глиоклодин, аллерин, гомаир проливался. Также, друзья, у нас получается оптимальное вот то, что вот у нас здесь посажено между рядов 50-60 сантиметров и благодаря этому получается, что лучше стало проветривание намного. Я хочу сказать одно, друзья, если вы думаете, что вы посадите, например, чем больше в теплицу запихаете растений и у вас будет больше урожай, поверьте, это не так, потому что при загущенной посадке у вас не будет попадать свет, солнышко пробивать не будет на каждый листочек и поэтому у вас начнет раньше стареть само растение, во-первых, во-вторых, просто-напросто они будут конкурировать между собой и поэтому большого урожая у вас не будет. Это приведет к тому, что у вас будет здесь белая гниль, серая гниль происходить на огурцах и то есть сами огурцы будут отмирать, будут отпадать и большого урожая у вас при этом не будет. Если у вас будут супер условия созданы для того, чтобы при загущенной посадке это будет максимально хорошее проветривание, это постоянно солнце будет светить, пасмурных дней с дождями будет как можно меньше, то тогда можно еще. Но вы как при этом угадаете? То есть здесь очень сложность заключается в том, что непредсказуемость погоды будет также влиять. Ну вот на данный момент мои теплицы сейчас самые максимальные получается хорошая схема для посадки именно огурцов. То есть друзья, если я вот такую сейчас посадку бы здесь не сделал, просто смотреть даже приятно, потому что ты видишь уже все здесь просвечивает полностью, ничего друг друга не затеняет, не загущает. Вот здесь вот у меня два ряда посередине находится. Благодаря этому, то что здесь два ряда здесь получается засветка и с этой стороны и с той стороны. Но если же смотреть у меня здесь по загущенности было бы, стена, как видите, у меня же теплица термос, у меня получается только фольгированный изолон, который изофол там находится, вот он отражает солнечные лучи. А если бы у меня была бы стена прозрачная, можно было бы второй ряд сделать, тогда была бы засветка полностью. Но при этом у меня бы все равно тогда получилась бы загущенность, потому что было бы сближение вот этого ряда к среднему ряду и плюс там второй ряд был бы плотно около стенки, поэтому тоже была бы загущенность. То есть теплица если была бы шире, то такая бы схема бы сюда бы подошла. А так как получается, что у меня теплица не такая широкая, узкая. Когда я ее строил, мне скажем так, я посмотрел в общем, как делают это другие блогеры. Все советуют 5 метров в ширину теплицы делать, чтобы было энергосбережение, особенно это в зимнее время. Вот это, друзья, слушать не надо. Если вы что-то делаете для бизнеса, хочу сказать сразу, делайте максимально минимум 8 шириной, минимум 8 шириной теплицу и как можно дальше, на что деньги позволяют в общем. Но, конечно, как вариант, лучше не заглубленная теплица для бизнеса. Для зимнего, да, заглубленная, а для летнего заглубленную лучше не использовать. Как-нибудь объясню почему в следующих роликах. Так, друзья, здесь у нас получается, между рядами у нас здесь метр тридцать, между самими растениями 50-60 сантиметров. Где-то 60, где-то 55, в общем среднее 50-60 сантиметров. И здесь получается метр тридцать. От стен от 80 до метра. Расстояние примерно. С того получается ряда и с этого ряда, от самих стен. Такое расстояние. Вот это оптимально для такой теплицы, как у меня. Но также это оптимальное расстояние получается в тех теплицах, пленочных теплицах, у которых стены прозрачные. То есть добавляя второй ряд, можно также делать с таким расстоянием. Все зависит от ширины вашей теплицы. Вот так вот у нас огурчики наливают сейчас. Это в одном ряде. Здесь это у нас сорт Кураж. Здесь прохожу я еще граблями между рядов по тропинкам для того, чтобы у нас не было такой влажности во-первых и чтобы не росла зеленка. Вот здесь вот у нас это самые у нас крайние огурчики. Вот друзья форточка еще открыта. Солнышко пока еще не полностью село. У нас еще достаточно тепло на улице. Но к вечеру я ближе к ночи уже буду сейчас закрывать эту форточку. Потом я закрою саму теплицу спереди и растоплю печь. То есть у нас ночью все равно будет прохладно. Несмотря на то, что у нас в Удмуртии сейчас такие для мая, 10 мая это уже аномальная погода, аномальная жара стоит все-таки. Но несмотря на это, скорее всего, может быть это уже и привычная погода для нас будет. Потому что и в апреле погода всякая бывает. То есть получается, что климат все-таки меняется. Климат, друзья, меняется и очень сильно он меняется, стремительно меняется. Не знаю, какая будет погода в будущем, конечно. Представьте, друзья, также еще, что если бы мы видели мир в черно-белом цвете, как бы выглядели эти огурчики. Вот такой вот цвет у нас. Раньше, когда-то, давно, в детстве фильмы смотрели вот в таком цвете. Кто-то помнит еще это? Конечно помните, те, кто старшего поколения особенно. Но молодежь уже и не сталкивалась с таким. Покажу вам насыщенный огурчик желтого цвета. Вот так вот выглядит, сейчас цветет. Вот такие краски. У меня здесь еще пчелка летает. Смотрите. Еще и шмель залетел. Все вылетело. Надо, чтобы эти товарищи у нас повылетали. Когда вылетят, тогда и закрою теплицу. Хоть и, друзья, вот эти вот огурцы, которые у меня здесь посажены, здесь сорт кураж, а вот в этом месте у меня посажен сорт мамлюк. Они, эти сорта, самоопыляющиеся. Но все равно нам залетают сюда шмели, залетают сюда пчелы. Потом и пчелы, и шмели вылетают, сделав свою работу, опылив наши растения. И огурчики так растут. Итак, друзья, всем спасибо большое за просмотр, особенно тем, кто посмотрел это видео от начала до конца. Пишите под видео комментарии, комментируйте, рассказывайте в комментариях о том, как вы выращиваете. Выращиваете огурцы в теплице или это не огурцы. Если это огурцы, какая у них схема посадки. Также у других растений. Может, вы выращиваете клубнику. Какая у вас размером теплица. Из поликарбоната у вас теплица или же у вас из пленки теплица. Потом стены у вас прозрачные или не прозрачные. То есть, кто-то выращивает в сараях, например, свои растения. Но при этом стены у них получаются глухие, а крыша прозрачная. То есть, тот же принцип, как и у теплицы термос, которая заглубленная, но есть, которые просто сделали наверху свои, допустим, теплицы таким образом. То, что, ну, у кого из чего было, то из того и сделали. Вот. Также тоже интересно просто разные мнения, разный опыт почитать, посмотреть. Не забываем поставить лайк внизу под видео. Также, друзья, у меня есть Яндекс канал. Это на Яндекс.Дзене. Также называется Теплица Термос ТВ. Тоже заходите туда, смотрите мои видеоролики, подписывайтесь на канал. Вот на том именно канале у меня, на канале Яндекс.Дзен, видео у меня многие выходят раньше, чем на канале вот этом, ютубовском. То есть, переходите по ссылке у меня в описании на канал Яндекс.Дзен, подписывайтесь. И там же будут еще у меня видеоролики, которые не выходят здесь, на канале, ютубовском канале, здесь, которые вы видите сейчас на данный момент. Так что, друзья, всем спасибо большое за внимание. Всем пока. Продолжение следует...